Белокуриха-2 способна привлекать крупных инвесторов. Нужно лишь заинтересовать их. Это разговор уже не краевого масштаба, а федерального. В выходные в Белокурихе прошел инвестфорум с участием алтайских и московских чиновников и бизнесменов. Их любопытства на Алтае подкрепляют реальными планами развития курортно-рекреационного комплекса. В 2020 году предполагаем сдать сети газоснабжения и начать, предположительно, закончив в начале уже 2021 года, сети водоснабжения. Главные планы на Белокуриху-2 строят спортивные федерации. Здесь уже есть несколько трасс для горнолыжников и сноубордистов. В будущем зону катания собираются расширить от горы Мишиной до Глухариной. И уже обдумывают строительство большого спорткомплекса. Причем обсуждать это планируют с федеральными игроками, так как пользоваться Белокурихой будет не только Алтай. Либо это будет лыжно-биатлонный комплекс с какой-то дополнительной инфраструктурой, либо это будет все же биатлонный комплекс и с другими видами спорта. То есть нам бы хотелось, чтобы со всеми видами спорта были проведены такие переговорные сессии на федеральном уровне. Кстати, об устройствах канатных дорог уже заинтересована крупная компания, на счету которой объекты в Сочинской Красной Поляне, в Кемеровском Ширигеше и еще нескольких десятков городов страны. Здесь можно совместить не только горнолыжный отдых, но и лечение. Можно совместить также, допустим, просто какие-то семейный отдых. И самое главное, что здесь можно приезжать сюда круглый год. То есть не только на горнолыжную, на каталку, но и сюда можно приезжать летом. Смотровые очень хорошие перспективы, то есть теренкуры и все прочее. Ну и в первую очередь, конечно, это горнолыжный спорт. Участники форума подчеркнули, дорожные карты нужно составить в ближайшее время, а затем составлять предложения инвесторам. Привлечение сюда инвестиций не просто российских, а зарубежных. Потому что такие проекты масштабные должны инвестироваться международным инвестиционным сообществом. А международные инвестиционные сообщества – это люди очень внимательные. Они очень четко разбираются в том, где деньги не будут потеряны. Это первый важный момент. И второй, где они будут умножаться. Чтобы умножались, нужны условия. А условия только одно – потребитель. Главные потребители уже известны – спортсмены и туристы. Привлекать их будет проще с июня следующего года, когда в Белокурихе-2 построят первую гостиницу. А в ближайшие годы – дороги до горы Мишина и Глухариное. Илья Кочетков, Анастасия Дороган. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова